Что нужно рынку, на тот взгляд, сейчас? В такие периоды сейчас надо больше кэша на руках иметь. Риски или какие-то дырки, хаки? Ломали вас, теряли деньги? Для меня крипта это уже все равно повышенный риск. На хайп выходит ZK, технология. Почему у тебя голова болит про аэродропы, и ты не спишь на чем? Хотите дроп, потыкайте сами. Люди выдергивают деньги, потому что кэша мало. Куда будете закачивать деньги сами? DeFi, видишь, он уже такой, типа, немножко потерял сексуальность. Все те проекты, к которым мы зашли, мы им нахер не нужны. Что делает CBDC? Там нет блокчейна. Ты как бы рассказываешь вещи, которые, типа, на самом деле, по идее, происходят в крипте. Друзья, привет, рад вас видеть. Новый выпуск Хедлайнера. И сегодня мы продолжаем говорить про крипту, и сегодня затронем вообще абсолютно широкий спектр тем, потому что мой гость попробовал больше 40 направлений за небольшой промежуток времени, и сейчас у него сформировалось несколько. Олег, не будем с долгим винтом, хочу тебя представить. Мы уже чуть-чуть угарнули. Слушай, давай, чтобы создать контекст, ты довольно известен в блокчейн-кругах, в медийных кругах, однако никто до сих пор не понимает, чем ты занимаешься. Да, ну по факту. И давай, чтобы создать контекст, такой тебе вопрос, почему тебе вообще стоит слушать по теме крипты, блокчейна. Я думаю, вообще не надо слушать. Потому что, знаешь, собственно, то, что ты мне сказал в самом начале сегодняшнего, да, еще до эфира, основной комментарий из всех моих выпусков и текстов, типа, очень интересно, ни хера не понятно. Это как бы вот ко мне можно прямо такой, знаешь, подставить, как это называется, такой, субтитр, что ли. Субтитр, да. Вот, хер знает. Слушай, ну давай все-таки, ты когда первый раз с криптой познакомился? В семнадцатом. В семнадцатом году. И сделал это со стороны фонда, правильно? То есть вы сразу начали сеять и раскидывать все деньгами. Ну смотри, там, наверное, мы все-таки две вещи начали делать в рамках криптобазара, да. То есть мы делали, по аналогии с инвестбазаром, мы стали проводить ивенты. Ты, собственно, был одним из участников таких ивентов у нас. И вот с ними мы поехали по, там, по-моему, в итоге 20 стран объездили, где мы делали всякие демодни, конференции, там, метапы, хакатоны даже там делали. Вот, и задача как раз вот этой штуки была в том, чтобы быстро настроить такой международный нетворк и, собственно, оттуда из локальных как раз вот этих хабов вытаскивать интересные лиды по проектам. Потому что, да, вторая часть, это была фонда, да. Я, знаешь, я сейчас про себя улыбаюсь, потому что ты сейчас сказал инвестбазар, криптобазар. И я понял, почему у тебя огромное количество проектов, потому что само слово базар, оно просто подразумевает, окей. Слушай, классно, так вы начинали. А что сейчас? Вот чем Олег Иванов занимается сегодня? Как он проводит бессонные ночи? Я не знаю, может быть, он там анализирует сотни ретро-эрдропов или чего-то еще? Потому что, по-любому, мы находимся в начале какого-то нового цикла. И, как правило, вот самые большие бабки начинают делаться именно сейчас, вот, условно, весной 23-го года. Ну, то есть, задел на то, чтобы дальше куда-то ехать. Вот про что ты сегодня вообще? Ты прав насчет задела. То, что, конечно, в принципе, то, что сейчас происходит, мы вот ровно то же самое видели в 2019 году. Да, и я могу сказать, что все инвестиционные вещи, которые мы сделали в 2019 году, там по венчурным направлениям сейчас об этом немножко расскажу, это ровно то, что нам привело прям вот, ну, большое количество иксов, конечно, в 2020, 2021 и так далее. В целом, если говорить по направлениям, это вообще моя головная боль, потому что, я так понимаю, у меня есть тенденция плодить проекты, ну, как, наверное, у многих. И проблема заключается в том, что потом управлять всем вот этим разнообразием очень сложно. Если сузить, то, конечно, есть венчурное направление, которое изначально называлось криптобазаром, потом мы назвали это CB Capital, потому что крипту надо было убрать, ну, типа, уже такой немножко, да, душок от него не очень хороший был. А вот это не ясный момент, то есть, вначале крипта или слово блокчейн давало дополнительное вэлюэ, потом вы убрали слово крипта, а потом вы его вернули в 2022 году? Ну, подожди, мы его особо сильно не применяли. Смотри, то есть, грубо, у нас было криптобазар, потом мы решили сделать фонд CB Capital, потом поняли, что CB Capital, хер запомнишь, типа, какие-то буквы непонятные, потом у нас параллельно пошла история с Березкой в 2019 году, и, собственно, подумали, что, ну, венчурное направление будем называть Березкой Венчурс, но потом поняли, что... Для дубайских людей Шаля Березка ассоциируется с Березкой. Ну, нет, с этим-то, это еще можно пережить, но просто, когда ты англоговорящим говоришь Березка, вот это все, да, вообще, то есть, не ассоциации, не произнести и так далее. В общем, в итоге мы это все переназвали Камьюн, а так бизнес все тот же самый. А, то есть, все тот же самый, но теперь это Камьюн. Абсолютно, да. Круто разобрались. Вот, это вот венчурное направление, там у меня команда из двух партнеров, которые, в принципе, с 17-го года продолжают искать проекты, входить в них и так далее. И, в общем-то, там деятельность продолжает идти. Возьмем с 19-го года по сегодняшний, по 23-й год. Какая общая доходность вы вообще показали? Смотри, да. Да, как всегда, значит, смотри, как считать, вот, но давайте просто основные тезисы, которые… Это бумажные. 53 проекта мы проинвестировали, из них 14 вышли в Unicorn, значит, мы разместили 13 миллионов, выточили и раздали инвесторам больше 21-го, еще в портфеле 10. Ну, нормально, ну, экстрем. То есть, 10 по текущей оценке, то есть, вот какая-то такая штука идет. А что ты назвал Unicorn? Ну, это те, кто, те проекты, которые за ярты вышли в оценке. Это в крипте или в… В крипте, конечно, да. Венчур, окей, круто, погнали дальше. Вот, значит, это вот венчурная часть, значит, в середине 19-го, когда пошла история с DeFi, мы уже с другими партнерами, да, создали то, что потом стали называть березка DAO, это, в принципе, asset management, управление активами в крипте, в DeFi. То есть, по сути, такие, если простым языком, это депозитные продукты в крипте. То есть, когда ты… Что это значит? Да, ну, вот ты там, знаешь, банковский… Ну, короче, банковский депозит. Да, банковский депозит. Нет, вот ты ровно то же самое можешь сделать только в крипте, да. То есть, если у тебя есть стейбл токены… То есть, если у тебя есть стейбл токены… А, стейбл токены. Да, ты можешь… Не, не только. То есть, у тебя, значит, продукты березки, они зависят от того, собственно, в чем ты держишь инвестиционное тело. Прости, я запутался. Есть березка, а есть коммун. Да. Так, все-таки коммун – это венчур. Коммун – это венчур, а березка – да? Березка – это депозитные продукты на DeFi. Окей, но… Ликвидные. Окей, все. Окей. Что такое депозитные продукты на DeFi и ликвидные? Так же, как в обычной жизни, у тебя есть какая-то криптовая ликвидность. Ну, допустим, что ты делал. Ты его можешь держать на кошельке. Окей. Да, можешь, соответственно, положить, ну, в частности, например, там, в березка депозит. И под капотом мы будем постоянно искать более высокую доходность, учитывая то, что тело в березке депозит всегда в 100% в стейбл токенах. А дальше, соответственно, под капотом, где это будет двигаться, это будет, там, не знаю, на Curve, на AVE, на Compound, в DAI, в USDC, там, еще в каких-то вещах. Это вот постоянно меняется. То есть, для простого человека березка, это, я вот сейчас, вот, я правда первый раз понял. Да, да, конечно, конечно. Это офигенно. То есть, получается, что я могу не просто держать стейбл коины на кошельке, не могу сам не заморачиваться с всякими пулами ликвидности, типа Carver и прочего, а просто загрузить их тебе в березку, да, какой-то, это фиксированный или плавающий процесс? Ну, конечно, плавающий. Ну, слушай, если кто-то тебе предлагает фиксировать в DeFi, лучше бежать. Окей, а какой порядок вот доходности был в 22-м году? Ну, смотри, повторюсь, смотря какой продукт, мы сейчас его пока по стейблам обсудили. Да, по стейблам, да, ездят, я берем. Если стейбл, прошлый год мы привезли 12% годовых, который был плохой год. Ну, это неплохо. Ну, я считаю, что это охеренно. Значит, извини. Да, нормально, пойдем. Вот, 20-е, 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 20-е годы у нас были 35-43, по-моему. В стейблах. В стейблах, да. А тогда другие годы были. Ну, понятно, да, да, да. Конечно, то есть там, в принципе, доходность была веселее. Окей, а если не в стейблах, а, например, как для таких топовых криптонов в битке или в эфире? Смотри, значит, есть дальше два других продукта, которые у нас исторически сложились, да. И, значит, те продукты, которые у нас сейчас запрашивают, мы еще не выкатили. То, что ты как раз говоришь, это продукт в эфире, продукт в битке. Мы к моменту, когда готовы были технологически это выкатить, наступил 22-й год, поэтому мы, на самом деле, просто даже… Притормозили. Ну, оно есть, но там нет ликвидности, мы просто не запустили эти продукты. Но были еще токен-миксы. Соответственно, вот есть токен-микс, который называется «Березка Флекс». У нас самый популярный продукт, сейчас объясним, кто же там. Второй динамик. Ровно 17 секунд твоего времени. Я принял решение. Запускаю бизнес-клуб хедлайнера. Что будем делать? Вместе инвестировать, встречаться, путешествовать и отдыхать. Когда ты смотришь этот выпуск, в описании будет ссылка на Google форму. Это заявка на вступление в клуб. Заполняй. Сделаем это вместе. Давай, знаешь, такой вопрос. Вот эта доходность, которую вы получили по «Березке», 12-годовых запрошенных, это полностью автоматизированная какая-то система? То есть, вообще без участия людей? Смотри, там есть участие людей только на этапе, когда ты перекладываешь из одного пула. То есть, грубо говоря, у тебя, например, фармится, идет доход с площадки Compound, например, в DAI, например. И ты понимаешь, что там доходность подсела, но появилась более высокая доходность на Ави в USDC. То есть, подтверждение. Тебе нужно переложить. Тебе нужно оттуда вытащить, поменять, переложить. Вот для этого есть процедура голосования. Все, после этого ты переложил, ушел спать. Ну, или там заниматься какими-то своими делами. То есть, по большому счету, ты к этому применил такой венчурный подход, когда вы один раз написали… Американизированный подход, назовем так. То есть, вы написали автоматизированную систему, которая сама анализирует рынки? Ну, нет, нет, на самом деле это, смотри, автоматизированно анализировать очень сложно, потому что у тебя протоколы постоянно обновляются, новые появляются и так далее. Как находится вот новая, более интересная команда? А, то есть, люди, короче, сидят, все равно находят, и вот эту инициацию транзакции нужно сделать. Вот, риски или какие-то дырки, хаки, ломали вас, теряли деньги или как? У нас нет. Вот это самое, ну, то есть, то, о чем мы любим всегда говорить, то, что мы с 2019 года, учитывая, что ты, наверное, может быть, видел там какой-то пост, я делал 143, по-моему, что ли, всего хака было, вот как раз с 2020, по-моему, по 2023 год, мы не залипли ни с одним долларом, нигде. Ну, это как бы, у нас просто, мы слишком такие консервативные. Вот давайте так, это что? Это удача, что на вас просто не обратили внимания? Вы маленькие, что на вас не обратили внимания? Или это настолько хорошее техническое решение, которое, на твой взгляд, отбило эти атаки? Я думаю, что это комбинация, все-таки, по-честному, ну, всего, потому что, ну, все равно, там, элемент удачи, конечно, в этом есть. Это первый момент. Второй момент, дело не только всегда в технологиях, ты же сам понимаешь, что ты личного кошелька мог зайти в терру, например, да? То есть, тут как бы не про технологии, это просто, ну, там надо головой было думать, да, что называется, ну, то есть, там, оценивать. Вот, а третий момент, да, действительно, как управляются волты, ну, волты, и, собственно, можно ли их хакнуть или нет. То есть, если говорить про технологию, она, ну, то есть, мы ей там свои собственные деньги, доверяем, да, получается. Я думаю, что это такое. Какой сейчас объем ликвидности в «Березку»? Смотри, это самый, наверное, такой сложный вопрос. Почему? Потому что, как в любом ликвидном продукте, у тебя ликвидность плавает в зависимости от рынка. Среднемесячная. Сейчас она там, я не знаю, там, дай бог, 2-3 миллиона, ну, то есть, это очень мало. Значит, где-то в пике у нас там до 15 доходило, что тоже не сказать, что много, но вот, короче, мы, на самом деле, очень херовые продажники. Вот, это был следующий вопрос. Я зашел на «Березку» Дау, я подавил кучу времени, я ничего не разобрался. То есть, такое ощущение, что это сделано для кого-то типа криптона, который находится в рынке не то, что с 16-го, с 13-го года. Мне в голову приходит сразу Эдуард Гуренович, понимаешь, который четко все тып-топ-топ-топ разложил. Ну, ты сейчас за 10 минут это вообще разложил по-другому весь этот сложный продукт, рассказал очень просто. Почему вы за столько лет не сделали это? Потому что мы долбоящие расслушили. Ну, что, не знаю, как тебе еще сказать. Мы херовые продажники. То есть, видишь, мы хорошо ищем сделки, мы хорошо умеем зарабатывать деньги. Мы на это тратим много времени и, наверное, считаем, что вот на этом основная ставка. Ну, важно понимать, где и как деньги зарабатывать и, соответственно, сохранять, чтобы тебя как-то не хакнули и так далее. На все остальное просто не хватает времени. Ты же сам понимаешь, что когда ты запускаешь какой-нибудь продукт, у тебя дохера что надо делать, и на все время все равно не хватит. И объективно у меня нет таких партнеров, которые бы способны были вот вроде бы такую простую вещь сделать. То есть, она вроде понятна, это не rocket science. Но вот пока не дожили до этого. Вы, как Березко Дау, на чем зарабатываете? Комиссия, да, от прироста. А, какая есть, не секрет. 20 от прироста, 20%. То есть, 20 от прироста, условно миллион долларов управляется, 120 тысяч долларов заработали, 24 тысяч забрали. Верно. Окей, Кай, с Березкой вроде разобрались, вот все очень понятно, погнали дальше. Ребят, ставьте лайк, если вам зашло такое понимание. И вообще, кстати, напишите, вы когда-нибудь задумывались о том, куда размещать свой USDT? А, вот, минимальный какой у тебя вход в Березку Дау? 3 тысячи, по-моему. А, ну, то есть, адекватно. Ну, да, ну, то есть, там не 3 доллара и не 300, да, там, потому что, ну, все-таки, смотри, давай так, основная ликвидность, как ни крути, все равно на сети Эфириум, ты сам это понимаешь. Она более надежная тоже. Поэтому любая транзакция, которая там есть, подтверждение за газ. Ну, не целесообразно. Поэтому просто расходы на газ, они будут перекрывать любую доходность, если тело маленькое будет. Слушай, ну, круто. Ну, в общем, короче, кому интересно, вот, мы разбрали еще такой, наконец-то, Березка Дау, кто ищет возможности, куда пристроить хотя бы часть какой-то USDT, это, мне кажется, отличная история. Я точно тебе положу туда. Спасибо. Это прям, ну, депозиты в USDT, типа, вас не ломали ни разу, звучит, звучит убедительно, я хоть понял, наконец-то. Погнали дальше. Следующий продукт, Миксер и еще что-то еще. Миксер звучит, как что-то из Даркнета. Миксер? Как ты сказал? Визи, вообще-то. А, нет, нет. Ты сказал, что от Березки есть еще какие-то два поднаправления. А, нет, нет, это продукты внутри Березки. У тебя есть депозитный продукт, у тебя есть Березка Флекс, где токен Микс, то есть, грубо говоря, где у тебя инвестиционное тело не в стейблах, а у тебя 7, Микс из токенов, да, у тебя 70% всегда в токенах и 30% всегда в эфире. И из-за этого у тебя получается доход у них более высокая, потому что эфир есть, да. Это еще тоже не выкачанный продукт? Не, он работает. Он работает. Он, ну, как бы, в нем вообще исторически всегда больше ликвидности. Там, знаешь, такая интересная штука идет, то, что, значит, когда общаешься с инвесторами, они все говорят, слушай, вот, ну, типа, там, да, стейблы, там, как бы, давай на это посмотрим. Потом, как бы, у всех такой клик происходит, типа, ну, я все равно уже в крипте. То есть для меня крипта это, типа, уже все равно повышенный риск. Поэтому если повышенный риск, надо бы повеселее доходность. И вот, собственно, из этого у нас и родилась вот эта вот модель. Там тоже очень интересно, потому что мы балансом играли долго. В общем, в итоге, смотри, 70 стейбла, 30 эфир. И ты понимаешь, что у тебя риск на эфир, ну, там, вернее, риск вообще на инвестиционное тело – это 30% эфира. Но он же никогда в ноль не упадет, правильно? А доходность на эфир отдельно, на стейбл отдельно? Нет, смотри, ты, как бы, когда у тебя есть уже какой-то волатильный актив, то есть в цене, который плавает, да, ты можешь поставлять не только в, значит, на… В стейбле. Да, не только в стейбле, но и не только на такие протоколы, где кредитование только идет, но еще можешь поставлять в пулы ликвидности. Uniswap, например, Balancer, да, там какой-нибудь, ну, QR там какие-нибудь, да, там пулы и так далее. И как бы, а там автоматически просто доходность более высокая. А на входе у меня что, я тебе так же закидываю USDT? Да, да. Ну, то есть мы считаем все в долларах. А, вы считаете все в долларах, но, как бы, получается, риск переложен, ну, и риск и возможности дополнительно открываются за счет эфира. Да, потому что он у тебя, естественно, в цене прыгает вверх и вниз. Если он упал вниз, то у тебя, соответственно, будет... Друзья, спасибо, что смотрите и слушаете меня на Ютьюбе. Однако я хочу попросить вас также подписаться на свой Инстаграм-аккаунт и Телеграм-канал. Почему? Ну, потому что в Ютьюбе я стараюсь для вас и делаю действительно интересные подкасты с молодыми предпринимателями, опытными предпринимателями, а также снимаю полезные видео. В Инстаграме же я чуть больше показываю своей жизни и, на самом деле, можете регулярно увидеть сториз, где что-то происходит у меня. Если мы говорим про Телеграм, то там я делюсь исключительно полезным контентом. В текстовом формате рассказываю про то, как зарабатываем на мобильных приложениях, про какие-то лайфхаки Ютьюба, про то, как мы инвестируем, а также какие-то вдохновляющие истории там лидерства и бизнес-кейса. Поэтому обязательно подписывайтесь на мои другие соцсети и ссылочки в описании. А мы продолжаем. Очевидный вопрос. Если это так работает, почему, например, может быть, вы сделали, я не знаю, выглядит логично, что я бы тебе закинул, например, и стейблкоин, и эфир, и получал бы отдельную доходность на эфир, отдельную доходность на стейблкоин. То есть, как только ты падаешь на Excel, у тебя, получается, автоматически разваливается модель автоматического входа и выхода. Да. То есть, потому что ты не можешь выпустить инвестора, не понимая, сколько он заработал, какая твоя комиссия и так далее. И, в общем-то, из-за этого как раз вот мы, в принципе, считай, там с 20-го года переехали на автоматический учет на эти рельсы. Я думаю, там это, наверное, наша самая такая уникальная история. И вот. И так родился проект Vizi. Ну да. Что такое Vizi? Ты знаешь, там, я думаю, что, если по-честному, мы сами до сих пор не понимаем, что это такое до конца. Потому что размер функционала, который там растет и вот, ну, и как бы наращивается, он, ну, то есть, он... Давай по-другому. Для чего он нужен? Для автоматизированного управления деньгами в блокчейне. Как правило, чужими деньгами. То есть, если ты управляешь чужими деньгами... То есть, давай так. Я, например, вот YouTube-инфлюенсер. Да. И я такой говорю, ребята, я сейчас вот, есть такой проект у меня, в который я хочу там вот войти, например. Ну, вот есть такая-то возможность там, то есть, мы не шикоины продаем, мы просто... То есть, такой проект, в который я верю. Кто верит, залетайте. Ну да. Для того, чтобы управлять вот этими дальше распределением этих токенов, доходности и все прочее, для этого мне нужен этот проект. Правильно? Чтобы не считать в Excel-табличке, что я собрал с этого, с этого, с этого, а это только учет или это в том числе прием денег? Ну, то есть, например... Ну, конечно, да. То есть, смотри, там есть технологическая часть, есть юридическая часть. Есть технологическая. Сейчас мы с тобой разбираем только один кейс. Да, потому что... Ну, один кейс, понятно. Самый простой, понятно. Кейс пулов. Да, то есть, когда ты, условно говоря, проект, ребят, давайте сбрасывайте деньги, подписываемся таким образом. Сейчас тоже про это можно проговорить. И дальше я с этого кошелька отправляю на проект уже деньги. И дальше, соответственно, сижу и жду. Следующая проблема, ну, собственно, как ты говорил, да, это то, что на этапе сбора денег тебе, естественно, надо провести учет, записать хэши, транзакции, кому чего, у кого какие комиссии, все остальное. Да, кошельки, это геморрой. Да, да. Кап прошел, и у тебя появляется там вот этот календарь вестинга. И ты каждый месяц сидишь и вручную, соответственно, по этой вот Excel-табличке всем высылаешь все дело, учитывая, кому там сколько. И это такой day job, который ты, в принципе, никому передать не можешь, потому что, ну... Кошелек, привет, да. Вот, соответственно, у нас вся эта история автоматизирована. Почему? Потому что, во-первых, когда ты, когда инвестор входит, у тебя вот дал смарт-кошелек, неважно, как его назвать, да, он технически входит через покупку комьюнити-токена вот этого кошелька. Соответственно, он получает взамен на свой кошелек вот этот комьюнити-токен, да, поэтому тебе ничего считать не надо, ты, грубо, он всегда подключится к интерфейсу, увидит, сколько его портфель сейчас стоит, там, сколько осталось и так далее. Второй момент, когда токены приходят от проекта, они же тебе будут высылать токены, правильно? Они высылают всю партию сюда, аккаунтер автоматом считает твою комиссию, отрезает ее, и дальше, значит, оповещение высылает всем держателям, всем участникам вот этой сделки, и они просто, подключая свой кошелек, видят, как в airdrop-ах, да, там, сколько им нужно токенов заклеймить, нажимает кнопку клейм, вводит, все. И ты вот, по сути, тебе нужно, тебе как организатору пула, ты один раз организовываешь эту сделку, отправляешь деньги и идешь заниматься своей жизнью, да, то есть, эта штука, она просто отработает все до конца. Вы на чем заработаете, как компания? Ну, то есть, комиссии, как, в принципе, как Uniswap, знаешь, то есть, когда ты подписываешь любую транзакцию, у тебя есть газфи, Виталику, да, и вот, ну, там какая-то комиссия, которая остается Uniswap, у нас такая же история. Ты через этот проект решал свою проблему, правильно я понимаю? Да. Там, знаешь, как, не так немножко, то есть, у нас, ну, в принципе, если говорить про пулы, то да, но исторически получилось как, то есть, благодаря тому, что березка дау как-то, да, вот она там росла-росла, что-то в русском поле хотя бы, да, там где-то мелькало, потом, когда пошла вот мода на дау, 22-й, что ли, год и так далее, народ начал к нам стучаться и говорит, слушайте, у вас есть дау, там, помогите нам развернуть. И вот мы сначала руками начали, да, там, типа, вот одно сделали, второе, прикрутили аккаунтер и так далее, потом просто устали и сказали, надо, наверное, вот что-то такое сделать. И вот, в общем-то, первое, что мы выкатили, это как раз шаблон такого инвестиционного дауа, в котором все активы всегда ончейн и всегда ликвидны для трейдинга, майнинга, для DeFi как раз, да, то есть и так далее. А второй шаблон, да, пошел как раз вот понимая, что модель совершенно другая, учет другой и так далее, это вот для оффчейна. У нас один из кейсов, кстати, ребят, ну, ты Баффетов же знаешь, наверное, Алика, там, так далее. Конечно, да, да, никак не загляднут ко мне на интервью. Видимо, да, привет можно передать. Вот, у них, я так понимаю, недавно был запуск какого-то картодрома, я не помню, где там, помню, чуть ли не в Турции и так далее. В общем, в итоге они технически... А, да, да, картинг был такой. Вот, технически они вот таким же образом... Через вас. Да, тоже собирали, там, а дальше просто, опять, видишь, там же история в чем. Это модель для активов, которые ты собираешь, куда ты отправляешь, и они пропадают. Ну, на кошельке у тебя пусто, да, то есть ты как бы просто сидишь и ждешь. Это венчурный цикл, где ты, ну, ты как бы должен доверять чему-то. То есть, а доверяешь ты чему? Как правило, юридической обвязке. И в этом плане у нас тоже там следующий элемент тоже там, ну, наверное, в курсе. Я слышал, что ты рассказывал, да, что можно как-то... Я не понимаю, как ты это там в американское поле еще вывел, но расскажи. Да, слушай, это же не мы вывели, то есть есть компания канадская, кстати, Autonomous, да, у них есть сервис Otoka.io. Я там кучу раз об этом писал, у себя там тоже в каналах и так далее. Любой кошелек, хоть MetaMask, хоть там DAO кошелек, подключаешь к этой штуке, там тоже 3-4 клика, платишь там, по-моему, сейчас они подняли, по-моему, там что-то 40, что ли, баксов или 50 баксов, у тебя есть Series LLC в деловере, все. Соответственно, от лица вот этого кошелька, то есть дальше ты, у тебя есть как бы адрес, у тебя есть юрлицо, ты от этого юрлица принимаешь средства от инвесторов, если хочешь, да, через DocuSign там подписываешь и так далее. Дальше отсюда уже подписываешь от этого юрлица контракт с Афтом, ну, то есть с проектом на покупку токенов или на покупку недвижки или еще чего-то. Это решение для масс-маркета или все-таки для вечерного рынка? Я думаю, ты знаешь, я думаю, что это больше бизнес-решение, наверное, вот так. То есть это, знаешь, а-ля какая-то, какой-то, честно, вот я говорю, я правильного слова никак не могу найти, потому что, с одной стороны, это вроде как CRM, ну, реально, да, потому что ты, в принципе, управляешь деньгами, куда-то там делаешь, плюс там юридическую обвязку какую-то даешь. Но проблема CRM в том, что тебе нужно, так как бизнес-модель везде разная, и там еще, так как мы поехали в сторону управления чужими деньгами, а это основной бизнес, он держится на учете денег, соответственно, это бухгалтерия. То есть и вот в этом плане это какой-то CRM со связкой бухгалтерской, вот какая-то такая конструкция, не знаю. С точки зрения вот тебя, как Олега Иванова, эти два, визи и коммуна, это прибыльный операционный бизнес или что это вот для тебя? Нет, визи – это полностью убыточная история, это по сути звено разработки нашей. Вот я говорю, выглядит так, что вы куча сил и энергии туда вкладываете. Смотри, деньги, где мы зарабатываем сейчас, это комьюн плюс березка, ну, естественно, вот там того дохода, который мы получаем с инвесторов, все. То есть а визи – это больше такое, ну, говорю, разработческая такая конитель, которая что-то родилось, вот, собственно, у нас внутри этих проектов, мы это выкатили как такой продукт, которым могут пользоваться другие. Ну, вот финально не выглядит как сложно, выглядит как три логичных продукта – коммун, березка и визи. Вот я, наконец-то, понял, почему ты их все везде три ставишь, и понятно, что они делают, один, другой дополняют. Ну, да. Значит, давай я еще раз, единственное, я вот про коммун, коммун – это, значит, ваше… Это венчурное звено. Это венчурное звено, что типа фонда, правильно? Это фонд, да. Фонд, вы ищете проекты, с одной стороны, с другой стороны привлекаете деньги, как фонд. Ну, как любой фонд. Ну, как понятно, инвестируете, получается, access fee management, правильно? А, например, с этим есть, соответственно, березка DAO, продукт, который родился для какой-то свободной ликвидности, он, видимо, никак напрямую не связан с коммуном, он просто вот прикольные депозиты в крипте. Ну, в принципе, тоже родилось от нашей задачи, да, то есть у тебя там выход из какого-нибудь проекта, у тебя ликвидность лежит, ничего не делает. Вот, собственно, развернули, сделали такие пулы, прежде всего, для себя, а потом поняли, что, наверное, тоже можно для рынка сделать что-то. И визе вы, по сути, решали проблему двух этих задач, коммуны и визе, ой, коммуны и, ну, как его, да, я понял, березки, и, по сути, сделал технику. Я не понял, почему я до сих пор этого не мог понять из других твоих интервью всех, я вот, честно, пытался разобраться. Потому что интересно, но очень сложно, ничего не понятно. Да, ну, вот я, правда, готовился, все пересмотрел, но все теперь ясно. Почему у тебя голова болит про аэрдропы, и ты не спишь ночами? У меня не болит голова из аэрдропов, потому что мы кое-что готовим по аэрдропам, конечно. Как это связано вообще? Вот, окей, вот эти три проекта, они работают. Ну, смотри, вот мы с тобой говорили про темы генерации кэша, да, то есть ты же очень хорошо выглядел эту штуку, то, что, ну, то есть когда у тебя особенно какой-то портфель проектов, да неважно, даже хоть один, да, то есть тебе все равно, там, кэш, он всегда приятен, да, если говорить там вообще просто. Вот, тем более в такие периоды, потому что ровно в такие периоды сейчас надо там больше кэша на руках иметь, потому что ровно сейчас, в принципе, капитал и надо размещать, да, то есть, грубо, через 2-3 года это все просто мультиплицируется совершенно понятно. И очевидно, что венчурное направление на этом периоде, оно, ну, скажем, оно по-разному себя ведет, то есть иногда действительно может быть всплеск, да, там иногда нет. А ликвидная история, она, конечно, вся высыхает. Ну, то есть как, знаешь, там... А что там между высыхает? Почему? Ну, люди выдергивают деньги, потому что кэша мало. И, соответственно, ставки вроде как типа такие непонятные, страшно. Прошлый год же вообще страшно было, пипец как, да? То есть у тебя все DeFi протоколы. Почему непонятные? Ну, все-таки... Нет, ну, подождите, смотри, давай вот представь, что мы с тобой встретились в начале 22-го года. Так. И вот только недавно крякнула луна. И вот все, то есть сыпется, все летит, ты вообще не понимаешь, на чем пробу ставить. И ты говоришь, ребята, березка DAO, мы настоящий DeFi. Как бы вы там какой-то микро непонятной штука. Здесь мультимиллиардная там история крякнулась, в которую входили там огромные фонды там с миллиардами. Ну, и general движение, понятно. И потом, да, то есть надо подождать, залезать рано, там, да, понять вообще, а сколько ты реально денег потерял, все остальное. А потом еще и в тексте одогнал и так далее. То есть просто, ну, вот как бы, когда паника, люди выдергивают деньги и там сидят на них. Это нормально. Ну, то есть просто это более длинный этот период. Друзья, для многих гостей на моем канале это видеоподкаст становится первым таким опытом. И тем самым, мне кажется, что это интереснее для вас, слушателей. Более того, каждый из вас может стать нашим гостем. Поэтому под этим видео есть ссылочка. Заполняйте, рассказывайте свою историю и увидимся в студии. А мы продолжаем. Сейчас люди начали доверять. Да, да. Ну, то есть и прикол заключается в чем? В том, что, видишь, мы в березке же, я бы сказал, наверное, чуть ли не, наверное, вообще самые прозрачные. То есть у нас, в принципе, любой кошелек, который вот по продукту идет, у нас история всех транзакций и вообще самой первой транзакции. То есть в этом плане история на нас играет. Ты говоришь, смотри, вот когда все росло, вот как мы показывали. Вот когда все падало, вот как мы показывали. Ну, то есть там, типа, хочешь через год, приходи, ну, приходи. Через два, ну, да, пожалуйста. Это все автоматом так или иначе едет. Поэтому в этом плане мы как-то, знаешь, типа, я с тобой соглашусь, что мы ужасно работаем. Мы как будто не маркетите это. Вообще никак. Вообще никак. Да. Ну, это прям проблема, да. То есть этим надо точно заниматься и, ну, и, короче, и заниматься. Вот. Поэтому, да, то есть параллельно с этим просто ищутся какие-то еще такие потенциальные там кэш-генерящие истории. Ну, и вот, собственно, одна из них, естественно, пошла в сторону того, что мы, как бы, сейчас, наверное, с другой стороны тебе скажу. Смотри, то есть в рамках визи, да, мы стали понимать, что у тебя, с одной стороны, должны быть инструменты для людей, которые управляют деньгами, криптой, да, там. Ну, допустим. Комьюнити там и так далее. Точнее, ну, короче, люди, как ты, например, да, или еще кто-то. Но просто продавать им в лоб технологию – это достаточно тяжелая история. Ну, то есть объяснить, как работает, да, там, тем более у нас же апдейты постоянно идут. То есть ты просто даже вот инструкции выпустишь, она там через три месяца устареет. То есть это все постоянно апдейтить надо. Соответственно, плюс это, ну, объективно, это не самая простая история. То есть ты открыл кошелек, там, да, хер с ним, с этим Excel, там, как-нибудь, ну, там, доеду, да, то есть, типа, не надо ничего там, короче, и так мне все равно доверяют. Вот, а когда ты начинаешь, значит, вот в эти штуки уходить, ты начинаешь понимать хорошо, а как еще аудиторию сюда притащить. И ты начинаешь тоже делать бенчмарки, например, с какой-нибудь американской AngelList. Ну, потому что это тоже пулы, но только в традиционном мире, да. И ты понимаешь, что AngelList, на самом деле, ты вот, я не знаю, изучал или нет. То есть там бизнес, если смотреть, деньги они берут за открытие юрлиц. То есть, в принципе, это... Я так глубоко не погружался. Ну, то есть это просто, знаешь, там, что называется, просто legal advisory business. Ну, потому что деньги... Они открывают юрлиц под сделку, чтобы в каждую сделку заходить. То есть ты, чтобы не искать каких-то юристов, ты приходишь на площадку, нажимаешь несколько экранов, у тебя открылся, там, не знаю, SPV в деловаре или там еще где-то. Или какой-то фонд, rolling там или closed-end fund ты открыл. Вот у тебя просто несколько шаблонов, они взяли и открыли. То есть, по сути, это юр-услуги. Вот что они продают. Прикольно. Но, когда ты начинаешь вот это копать, ты думаешь, погоди, но, как бы, можно же других юристов найти, да, почему туда приходить? Удобно, две кнопки. Ну, во-первых. А с другой стороны, ты начинаешь понимать, что это еще и аудитория. Ну, конечно, да. То есть, ну, как бы, ты понимаешь, что они, в принципе, продают там. Окей, юр-услуги – это, как бы, условие, на самом деле, что ты покупаешь, это возможность продавать нашим аупишникам, да. И вот, собственно, из-за этого у нас история родилась визе AngelsDAO, то есть, которые тоже мы, типа, там, тоже особо сильно не масштабируем и так далее. Сделали там канал, получается, где, ну, в телеге, в дискорде, да, где, в принципе, сначала начали выкладывать сделки венчурные. Потом поняли, что это нам же мешает работе, потому что самые большие оппортунисты начали, значит, в виде эти сделки пытаться стучаться в проекты и, как бы, каким-то образом, значит, напрямую или получать аллокации. А некоторые, мы даже знаем имена и так далее, чуть ли даже не дискредитируют нас. Вот, поэтому вот эту венчурную штуку мы вообще тут убрали и оставили только истории с аэродропами пока. Посмотрим, что еще туда будем выкладывать. То есть, по сути, это альфа-канал такой, который, ну, типа, для такого масс-ритейла. Мишаня, давай все по новой. Давай. Что такое визе Angels Club или DAO, как это работает, я имею в виду, вот. Подписываешься на канал, читаешь всякие новости, которые там есть, в большей степени сейчас по аэродропам, где описывается, что что-то должно случиться, описываются шаги, что надо сделать, все. Ваша выгода в чем? Никакой пока. Но мы сейчас сделаем один продукт, который будет достроиваться. То есть, короче, пока вы просто сделали прикольную информацию, где можно, то есть, условно, канал связи с аудиторией, где можно подчеркнуть информацию о всяких аэродропах, возможности условно заработать. Да. А потом вы для этой аудитории порекомендуете какой-то свой продукт. Да, который просто облегчит их жизнь, чтобы там не тыкать кнопками и там, не знаю, прыгать с одной сети на другую, а типа пришел и вот типа делегировал, и оно все само работает. Почему, на твой взгляд, сейчас вот этот появился тренд? На дроп? Да, вообще на дропы, и еще даже появилось понятие ретро-дропы, как будто опять вот, как будто вот какой-то опять все зацикливается. Да нет, слушай, мне кажется, это все-таки ничего нового. Ну, то есть, если посмотреть, DeFi же, рывок произошел тоже примерно на этом. Да, окей, пошла какая-то волна фарминга небольшая, да, то есть, ну, даже не фарминга, а, в принципе, заработка, да, если ты вспомнишь, не знаю, ты там погружался в эту штуку или нет. Но первые действия вот в середине 19-го года, где ты поставляя ликвидность, например, в какие-то там кредитные протоколы или в своплки, тебе просто платили комиссию, которую сервис брал с клиентов. Ну, то есть, там, понятная история. Вот, все, то есть, на самом деле, вот, как бы очень простая модель была. А дальше стали, ну, вот как раз вот эти, да, там, получается, новые сервисы начали оттягивать ликвидность, ну, то есть, борясь друг за другом. То, что начали называться там вампирскими атаками, потом фармингом, там, все остальное. Когда ты говоришь о том, что, чувак, да, комиссию мы продолжаем тебе платить, но сверху еще вот эти наши, там, получается, токены, спасибо, что нами пользуешься. И тогда же, помнишь, пошла волна очень больших дропов. Там, юни бросил, точнее, суши своп сначала, да, потом юни, ван инч, там, фурукомбо, не знаю, да, все вообще, на самом деле, да, все дропы делали. Ну, если не говорить про, про, там, какие-то истории раньше, они просто менее, наверное, такие афишировались. И как такой факт пользования, да, то есть, в этом плане эти протоколы показали, в принципе, хорошо работающую историю в том, что ты не за счет маркетинга обучающих программ или еще каких-то вещей, там, говоришь, ребят, вот сюда надо кнопочку тыкать, вот так оно у нас работает, там, придите, пожалуйста, попробуйте. А ты говоришь, чуваки, хотите дроп, потыкайте сами. Ну, то есть, вот, там, сделайте, короче говоря, ты их финансово мотивируешь, технически познакомиться с твоим продуктом. Останутся они на продукте или нет, это уже, извини, там, да, насколько хорошо этот продукт ты сделал. То есть, я думаю, что, на самом деле, вот вся эта модель, она, в общем-то, из прошлого DeFi Summer там пришла. Я сейчас попробую сформулировать свою мысль, она у меня пока плавает, потому что, вот, из всех подкастов, которые я с тобой смотрел, у всех, особенно, как это, там, ведущих, общее мнение, с Олегом пообщаешься, сразу, там, мир расширяется. Ну, ладно, спасибо. И выглядит так, что, вот, есть, ну, такие ребята, как ты. Действительно, огромная экспертиза в крипте, понимание вот этих внутренних подводных процессов. А с другой стороны, есть, условно, трейдинг, кнопка бабло, огромный маркетинг, и, типа, ребята, пофигу, завтра биткоин, это, летим ту зуму. И получается, что ты, вроде, здесь продаешь, и у меня, просто, пока, вот, знаешь, у меня, короче, у меня, вот, сбоит, вот, в том моменте, что, вот, при таких огромных познаниях крипте, и при всем при том понимании, что ты продаешь кирки и лопаты, ну, как бы, делает, ты, с одной стороны, делаешь продукты, на другой, с другой стороны, продукты выглядят, как, вот, как инструмент. Ты должен быть где-то в космосе уже, мне кажется, где-то, просто, там, а-ля, там, Илона Маску помогать строить, знаешь, ракету на Марс. Но, при всем при том, мы видим, а-ля, там, Карл Муна, который просто всех зазывает, типа, чуваки, завтра, в общем, туда бабло, и вот это вот залетает. Вот, где вот этот вот сбой, вот? Слушай, если б я знал. Ну, смотри, если б я знал, я бы уже его нашел и сделал, конечно. Я сам понимаю эту штуку. Просто ты, как бы, рассказываешь вещи, которые, типа, на самом деле, по идее, происходят в крипте, именно немножко глубоко, с точки зрения технологий, венчурные инвестиции. А вот такое чувство, что рынку нужно вот что-то другое. А вот что нужно рынку, на твой взгляд, сейчас? Ну, ты же это лучше понимаешь. Ты же как раз человек из ритейла идешь. Ну, то есть, ты понимаешь, как работает онлайн, как понимаешь, ну, то есть, как там работать с выдачей, как работать с конверсией, то есть, с UX, со всеми остальными вещами. То есть, у меня просто этих компетенций абсолютно нет. Ну, если так, по-честному. Вот, как бы, и вся история. Нам не хватает вот этой связки. Ну, то есть, со всеми моими партнерами нам не хватает этой связки. Почему за столько лет на рынке вы не нашли эту экспедицию? Приоритет не там? Может, интересно или потому что можете себе позволить заниматься чем-то вот этим технологиям? Я боюсь, что, наверное, и то, и другое компот. Ну, опять же, значит, позволить, да? То есть, позволить это в плане, что… Ну, значит, все хорошо в жизни и, типа, и по всему прочему. Хорошо же это понятие растяжения, да? Хорошо, не болит. То есть, типа, ты вроде признаешь, что маркетинг болит, но при всем при том. Ну, и маркетинг-продукт такой для масс-маркета. Ну, вроде не болит. Слушай, или болит что-то другое, да? То есть… А что болит сейчас? Ну, смотри, я думаю, что здесь история в том, что… Ты очень хорошие вопросы задаешь. Спасибо тебе. Я, во-первых, тоже хотел сказать тебе. Молодец. Вот. Я думаю, что здесь все-таки на каком-то этапе, знаешь, это превращается в историю, что тебе, как предпринимателю, реально… То есть, что тебя драйвит? Ну, то есть, и как бы ты уже начинаешь понимать свою истинную мотивацию, так или иначе. И я понимаю, что… Ну, вот я по складу, мне нравится из непонятных, сложных историй попытаться выстроить… То есть, грубо говоря, есть какая-то концепция, которую люди обсуждают, и обсуждают, типа, говорят, что было бы неплохо, если бы оно родилось. Но как склеить, хер знает. Вот, исторически у меня вроде как получалось, да, из вот этих каких-то непонятных, непритягиваемых историй взять, сложить и там заставить эту историю, чтобы она начала бегать. Масштабировать я не умею. Ну, это факт. То есть, до определенного уровня я, наверное, смогу это довести, до какой-то там своей, наверное, небольшой аудитории, которая слушает интересно и хоть что-то понятно, да. Вот. А так, чтобы на масс-маркет, просто, ну, у меня нет таких компетенций. С точки зрения коммуны, вот, те 12 проектов, которые стрельнули и стали юникорными, вот, ты анализировал, почему они стали юникорными? Блин, слушай, это, я думаю, что это вообще одна из самых сложных задач, и даже не то, что задач, а, смотри, по идее, твой вопрос же можно перефразировать. То есть, условно, проанализировала ли ты, чтобы лучше делать инвестиционные сделки, чтобы входить вот только в такие, ну, или чаще в такие? Нет, я, с одной стороны, да, но, с другой стороны, это выглядит так, что если ты в рамках своего инвестиционного портфеля смог выбрать даже 52 компании, или сколько им, 54, не суть, из 12 из которых стали юникорными, но у тебя при всем при этом есть очевидно продукты, которые там, ну, я не знаю, там, соизмеримы с этим проектом, нет, но они как минимум сильные, то можно проанализировать какие-то паттерны, которые есть в этих проектах, попробовать их применить у себя, вот именно вот. И, может быть, есть какие-то общие вещи. Ну, то есть, давай по-другому. Эти 12 проектов что-то объединяет? Слушай, ну, давай так, смотри. То есть, ты сейчас все-таки две вещи задаешь, да, два вопроса. Ну, мне, да, да, да. То есть, первый вопрос можно... Мне интересно, можно ли это повторить у тебя? Окей, если мы говорим про вот эту часть, то давай я просто опять же перефразирую. Знаю ли я свои узкие места? Конечно, да. Вообще не про узкие места вопрос. Да это так, ну, потому что, смотри, то есть, хорошо, давай я просто отвечу через то же самое. Что получилось у них, что не получается у тебя? Скейлинг. Ну, то есть... А что такое скейлинг? Скейлинг – это масштабирование той бизнес-модели, которая у тебя работает на маленьком узком кругу людей. Ну, то есть, ты понимаешь, что вот условно, да, там у тебя есть несколько там сотен человек, которые у тебя что-то входят-выходят или десятков, неважно, да. Вот это там несколько сотен нужно превратить в несколько тысяч или несколько десятков тысяч. Вот, собственно, вся задача. А что, ключ к масштабированию искал или не искал? Я просто искренне интересуюсь, слушай, мне тоже суперинтересно. Я как бы, то есть, у меня не стоит, я не думаю, что я тебя там как-то это атакую. Не-не, я слышу, слышу, конечно, да. Я реально, правда, интересно, вот, потому что, ну, какие-то проекты становятся саланами, а какие-то проекты становятся, там, условно, вот там, обези остаются, да? В чем, в чем разница? Команда продавцов. Хорошо, давай, это команда, это команда продавцов или это люди, это как-то, это все-таки все сходится к людям? Смотри, вот, я, ты же, наверное, знаешь, да, я до блокчейна вообще, по сути, выходец из отрасли FMCG. Ну, то есть, это продукты питания, напитки, там, лимонады, газировки, энергетики и так далее. И вот там история в чем? То есть, там бизнес максимально примитивный, но работает на дисциплине. То есть, когда у тебя все технологии, все решения, они все, в принципе, понятны. То есть, грубо говоря, создать новый продукт, что называется, говно вопрос. Ну, то есть, просто создать продукт вкусный. Не проблема. Понятный, там, с нормальной упаковкой и так далее. В принципе, не проблема. Проблема заключается в том, что потом тебе эту штуку нужно, а, во-первых, с точки зрения бездева, да, там, проехать по дистрибьюторам, по сетям, договориться с ними, а это не только вопрос переговорной позиции, да, то есть, это еще, там, и денежные позиции и так далее. То есть, грубо говоря, тебе их надо убедить. А вторая задача, даже если ты их, там, убедил и так далее, да, и отгрузил им товар, они еще не доехали до полки, потому что у тебя, представь, что ты, например, к дистрибьютору пришел, у него, там, не знаю, три тысячи наименований всяких позиций, которые его команда торговых представителей ежедневно продают, вот, там, не знаю, в тысячи торговых точках в его выбранном городе, да, и тут появился какой-то новый лимонадик. Нахер он вообще им нужен? Ну, то есть, там, они сейчас свой весь бизнес, свои, там, основные прибыли уже понятно, на чем зарабатывают. И тебе нужно протолкнуться через эту штуку. То есть, у тебя огромная просто вот интенсивная работа, ежедневная ведется для того, чтобы просто это вот довести до полок, а потом еще там удержать. Потому что поставив, непонятно, сколько она там не простоит. Ее там могут купить, могут приехать конкуренты, ее задвинуть и так далее. То есть, это огромная махина операционного бизнеса ежедневного. Так вот, здесь та же самая штука. Я, наверное, может быть, слишком вот с большой вот этой конструкцией, да, там сижу в голове, да, когда я, ну, там, я понимаю, как этот бизнес здесь построить, чтобы это было системно, работающее и так далее. Но для того, чтобы это все развернуть, надо, ну, как бы, это нельзя сделать на, как бы, на усилии, что надо так сделать. Ну, то есть, это, как бы, это должно быть по кайфу. То есть, нравится и все остальное. А мне от этого воротит. Вот, и я вот сколько раз я не пытался такие бизнесы, да, там строить, вот в частности, даже с торнадо, почему у меня появилось, вернее, получилось, потому что у меня там был такой партнер, то есть, который любил там, да, вот, не знаю, тричать всех, да, там, не знаю, эксельники такие, звонки, вот просто его утро, да, он приезжает, он садится на телефон и начинает всем, вот, просто раздавать там, ЦУшники и так далее. И поэтому тогда эта модель будет работать и все. Почему мне нравится венчурная модель? Потому что даже самые крупные фонды, да, которые, там, не знаю, какой-нибудь, да, любой, там, у Юрия Мильнера, да, или там Хоровец какой-нибудь, Секвой и так далее. Там максимально команды, там, не знаю, 10 человек. Да, и управляет там, не знаю, кто-то сотнями миллионов, кто-то миллиардами и так далее, да. То есть, ну, я понимаю, что это штука, я там постепенно в своем каком-то режиме я это все дело там масштабирую, так или иначе. Ну, то есть... А вот это, да, вот это требует вот этой операционной махины селзово-маркетинговой. Понятно, что делать. Понятно. Ну, не нужно. Но надо делать каждый день. И там история в чем? То есть, как только ты в это погружаешься, тебе нельзя это отпускать. И я просто понимаю, что, ну, во-первых, это просто не мой характер, да. Во-вторых, даже если я начну это делать, у меня потом появятся другие задачи, я слечу, а это все нахер развалится. Поэтому вот как бы... То есть, это два разных пути построить единорога и найти единорога. Да, конечно. И инвестировать, найти и инвестировать. Ну, потому что ты же понимаешь, что когда ты инвестируешь, ты никогда не будешь в сиденье водителя. И это как раз ценная штука. То есть, почему основная проблема, например, предпринимателей, частые проблемы предпринимателей, когда они переходят от предпринимательства в инвестиции, это когда ты смотришь в проект и думаешь, о, охереть, будь я там, я бы сделал так, я понимаю. Но это как бы ошибка, потому что ты никогда там не будешь. Ты никогда не будешь там в этом сиденье, да, водителя. Тебе надо понять, а тот, кто сейчас вот за рулем, он-то доедет или нет? И это вот, ну, как бы это прям меняет. У меня вот тоже были, знаешь, такие пробуксовки еще, ну, то есть там в эти периоды, когда ты переходишь немножко на другую фазу. И вот тут, да, ты просто играешь уже не ключевую роль, ты не можешь быть водителем. Ты не можешь ввести 15 автобусов одновременно. С точки зрения инвестиций, ты можешь построить CRM-систему, которая будет управлять 15 автобусов. Нет, CRM-система – это всего лишь лопата, а лопата должна быть у кого-то в руке. Хитро. Инвестиции. Я вот глубоко убежден, что как раз-таки сейчас, во-первых, знаешь, что я вижу? Что многие проекты, которые подняли деньги, там, назовем-таки, в конце 21-го, начале 22-го года, начинают доезжать. Я потихонечку вижу тренды, что не могу привести примеры, но прям вот по ощущениям есть. А второе, что сейчас закладывается фундамент для новых инвестиций. Вот вы сейчас с точки зрения фонда инвестиций, что ищете вообще? Вот какие тренды в крипте, в блокчейне ты видишь, чтобы куда-куда будете закачивать деньги сами? Ну, смотри, тренды же, они, во-первых, там ничего нового, да, то есть не то, что ничего нового, то есть это не какая-то закрытая информация, да, получается, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что у каждой команды все равно есть свой профиль, да, и, грубо говоря, что они делают, что они точно не будут делать, да, потому что нет экспертизы. Например, у нас нет экспертизы в NFT, в гейминге там и так далее. Хотя гейминг, я уверен, это огромная тема, и там большой нарратив обязательно вырастет. Но мы, как нам кажется, разбираемся вот, ну, в инфраструктуре, в технологиях, в DeFi, очевидно, и так далее. Поэтому, конечно, мы вот лезем именно вот в эти направления. Исходя из этого, если, наверное, две самые, точнее, ну, так, не две, может быть, несколько так накидать, то есть очевидно, что в инфраструктурных решениях сейчас прямо на хайп выходит ZK, да, технология. Я даже не знаю, если ты нам раповедаешь, расскажешь, я буду признателен. Ну, по сути, это такая, как бы, это одна из очередных технологий масштабирования блокчейнов, в частности, эфириума, да, то есть чтобы быстрее, надежнее, децентрализованнее было, потому что все текущие, они либо централизованы, либо бла-бла-бла. Вот, ну, и просто, как бы, модель, не буду сейчас погружаться в детали, технология сама, да, Zero Knowledge Proof, она вот сейчас выходит действительно на большие обороты, очень большие ожидания от нее и так далее. Поэтому все, кто делает, там, ZK и VM-машины, там, мосты, просто вообще протоколы, да, там, лейеры, тот же самый полигон переходит, даже в том, неделю, что ли, назад перезапустил ZK, не помню. Пойду читать после нашего подкаста про ZK. Вот, короче, вот, да, то есть это первая штука. Второй момент, естественно, все кросс-чейновое просто очевидно напрашивается, да, то есть мы это, в принципе, у себя внутри комьюна называем такое, ну, типа, мы это называем middleware. То есть это, знаешь, как вот в софте у тебя есть backend, есть frontend, да, а есть middleware, то есть то, что у тебя связывает вот эти различные технологические штуки. И понятно, что когда на бэке у нас есть, на бэкэнде, да, есть там, эфириум протоколы и VM-компатима, да, у тебя есть Solana, у тебя есть Bitok, у тебя есть космонавты, у тебя есть там все, что угодно, космос. Вот, и вот эту всю херню как-то между собой очень сложно увязывать. Только сейчас там, ну, бриджи там что-то, да, пытаются еще хотим сделать, но даже они все-таки там первые шаги только делают. Даже у них сейчас там идет целая эволюция в плане, если раньше они просто помогали менять там один токен на другой, сейчас они делают свои оракулы, чтобы они следили, соответственно, за ценами и за присутствием активов. Следующий момент – это не только там менять токена, но и, собственно, предлагать обмен. Ну, короче говоря, там, ликвидите пул его тоже, да, получается, чтобы тебе не надо было вытаскивать, вытаскивать, менять, переводить, опять там менять там и так далее. Вот, ну и, соответственно, кошельки кросс-чейн или там DAO-площадки, то есть тоже один из элементов, куда мы, например, смотрим. Это именно такой мульти-валет-менеджмент, то есть, условно, у тебя одно окно DAO, которое управляет мультикошельками на разных сетях, да, вот такая вот история. Вот, это тоже очень, ну, там, непросто там сделать, но очевидно, что туда все едет, потому что те, как пользователи, нахер не нужно 15 кошельков на 15 сетях, да, с 15 там приватными ключами, которые еще вообще хранят. Где же хранить надо как-то, да. Вот, это просто неудобно, понятно. Вот, поэтому вот эта вот вся инфраструктурная история, мы туда идем, да, ну и, соответственно, исторически, из-за того, что мы в DeFi, ну, вроде как, получается, неплохо разбираемся, да, мы, естественно, все проекты, которые сейчас появляются, мы действительно туда тоже ныряем, смотрим. Слушай, а вот такой... Последний, да, последний момент, это больше как раз ритейловая, это вот больше, наверное, в твою сторону, это, то есть, она отталкивается от проблемы пользователей, да, то есть, где вот там, где миллиард пользователей, почему он не приходит и так далее. Мы это все очень хорошо понимаем, то, что основная проблема – это, в принципе, кошельки текущие. Почему? Потому что, ну, давай там, как бы по опыту, вот того, к чему мы, как обычные пользователи, привыкли, да, ты там скачиваешь какое-нибудь приложение, ты в приложении очень хорошо разбираешься, скачиваешь даже, ну, любой новый, да, там, имейл, банк, там, знакомство, все что угодно. Как ты там заводишь аккаунт? По телефону. Ну, либо телефон, либо какой-нибудь свой спамерский имейл забиваешь, на ходу придумываешь пароль, который ты забудешь через два шага, да, и ты понимаешь, что, ну, если что, я его там восстановлю и так далее. И все, как бы все у тебя поехало, да, ты вот прям реально, у тебя там буквально несколько кликов. Как только ты начинаешь лезть в селф-кастоди кошельки, это привет, да, то есть тебе там скачать, а какая сеть, а чего там, не знаю, а потом это приватный ключ, а куда его сохранять, а я вообще в жизни никуда ничего свое не сохранял, да, там, распечатать эту бумажку, бумажка ли, а вдруг она утонет или сожрется, какой сейф у меня дома в сейфа нет, там, облачное хранилище, а какое, какому можно доверять или нет, ну, то есть это все, вот, как бы, это все вызывает такой уровень стресса, что ты думаешь, да пошло нахер, и ты в итоге там в лучшем случае скатываешься на какие-нибудь централизованные, да, там, биржи или там кошельки и так далее, что тоже неплохо, но, как бы, это недалеко уходит, да, от того, куда мы хотели сделать. Поэтому, вот, собственно, последний вот этот нарратив, он как раз, в принципе, возможно, если все-таки там технологические такие прорывы случатся, это и может притащить такую следующую волну ритейла такого, да, это вот эта технология, ну, точнее, концепция аккаунта абстракшн, так называемая, то есть когда у тебя, ну, в принципе, ты действительно скачиваешь приложение, и твой, назовем это так, вот этот приватный ключ, он разбивается на различные там подключи, и, соответственно, их хранятся, и там у тебя доступ открывается через там лицо, через там имейл или еще какие-то вещи, ну, то есть чтобы не углубляться. И вот есть многие там кошельки, которые пытаются в эту сторону идти, то есть что, да, это тоже self-custody, то есть, грубо говоря, нет централизации, он только тебе принадлежит, но тебе не надо вот со всей этой приватными ключами и так далее, но это все равно ритейл, то есть он не настолько же надежный, как будет холодный кошелек или еще что-то, да, но, по крайней мере, ты уровень входа будет более быстрый. Но при всем при том мы видим, что кошельки не зарабатывают. Это правда, это правда. Смотри, я думаю, что там вопрос бизнес-модели, потому что ты можешь же зарабатывать с ритейла, можешь зарабатывать с интеграцией, то есть уходить в сети, соответственно, и с них что-то получать, да, плюс там использовать эту штуку как там рекламную площадку, да, и так далее, и так далее. То есть я думаю, что здесь просто вопрос в том, что… Не придумали пока. Многие, да, в поисках бизнес-моделей и так далее. С другой стороны, у тебя есть централизованные кишельки, какой-нибудь криптоком, да, посмотри, то есть он там, ну, сколько он там миллиардов стоит, я уже даже честно говорю. Ну, да, да, да. Вот, поэтому, ну, короче, такая… Я думаю, что да, это просто вопрос именно поиска бизнес-моделей, кто куда будет уходить. Ты употребил слово «нарратив», и в бизнес-тусовке оно после интервью Тинькова Дудю, соответственно, начало потихонечку проскакивать. Мы перестали его после этого интервью пользоваться, стараемся как можно реже, потому что… Как ты понимаешь слово «нарратив»? Ну, вообще это слово существовало, естественно, до, и в этом самом… Ну, давай, суть, суть, вот ты, когда это употребляешь, что ты имеешь в виду? То, о чем говорят люди в отрасли. То есть «нарратив» то, о чем говорят люди, вот это некий… В отрасли. Это то, что на кончиках пальцев, можно вот так вот сказать. Те это вопрос задают много, и, ну, это очевидно. Фонд, окей, вот как вы… Такой просто базовый экскурс. Как вы отбираете проекты? Не с точки зрения отбираете, а как вы их находите? То есть вы типа мониторите, я не знаю, там, какую-нибудь площадку, где выходят новые идеохи, условный пример. Или тебе там условно присылают в личку, там, как венчурном мире все хорошие проекты, только по рекомендации. Олег, вот мы тут запускаем, посмотри. Ну, и судя по тому, что ты угораешь, там все не так просто. Потому что как вы отбираете хрен с ним, а вот как вы их находите? Ну да, отбирать всегда легко, потому что это подразумевает, что тебе они сами приходят. На самом деле, вот давай так, я начну вообще с другой фазы. Мы, мы, как комьюн, нахер никому не нужны. Все те проекты, которые мы зашли, мы им нахер не нужны. Вы их, чтобы вы грызали, что ли, у них доли? Да. То есть, это всегда настолько прям вот жесткая и тяжелая работа, рыбалка и там умаливание, влияние через там каких-то непонятных людей, которые в каждую, ну, в каждой конструкции это какие-то свои люди, через которых ты пытаешься там до них достучаться, повлиять, чтобы за тебя замолвили словечко и так далее, и так далее. Это просто жесть. Вот если что, ты просто понимал, да? Поэтому меня всегда умиляет, вот особенно в последнее время, да, большое количество инвестиционных пулов, комьюнити и так далее, которые говорят, у нас есть классный доступ, мы там что-то через Binance получаем, и там, вот, пожалуйста, там типа проекты, мы собираем под них пулы. Но это просто, короче, те проекты, в которые мы заходим, мы заходим с таким скрипом, что мы, если мы там, короче, лишний какой-то вот вопрос, как бы есть минимальный набор, чтобы все-таки понять, на чем проект занимается и так далее, чтобы все-таки свою оценку провести, да? Но когда ты начинаешь превращаться в душниву какого-то, да, то есть там вопросами и так далее, ты просто как пробка вылетаешь. И вот... И где вы их берете-то? Нетворк. Ну, то есть смотри, давай так, это настолько за вот, ну, с 17-го года сколько лет прошло уже? То есть, ну, там 5-6 где-то, да? Да, 6. То есть за это время мы там выстроили, во-первых, ну, то есть достаточно широкий нетворк людей, через которых, с которыми мы там периодически меняемся, да, там, делфлоу, и русских там трое всего. То есть все остальное это вот, ну, там вообще не русскоговорящие люди, да? Второй момент у нас с точки зрения... Это вот к разговору, на что мы время тратим, да? То есть у нас есть... Ну, так, давайте я просто одну фишку, да, скажу. У нас есть несколько ботов написанных, даже, наверное, несколько десятков ботов, которые отслеживают твиттеры определенных лиц из определенных фондов. И мы видим в момент, когда они подписываются, какую-то вообще новую подписку в твиттере на кого-то, да, там, на новый проект, мы об этом знаем уже. И, ну, то есть... Прикольный способ мониторить, да. Вот, и как бы, то есть дальше ты начинаешь связываться с этим проектом и начинаешь понимать, то есть, а это просто, ну, понимаешь, это начальная фаза, там, иногда проекты даже охеревают, говорят, а вы вообще откуда нас там узнали и так далее. И дальше ты начинаешь ввести этих людей в течение, как правило, нескольких месяцев, там, открываем двери, делаем интродакшн в другие фонды и так далее, и так далее. А потом, когда у них, дай бог, находится лид-инвестор, у тебя появляется небольшое окно, когда ты говоришь, слушай, ты про меня не забыл, кстати, вот, да, пожалуйста, дай нам какую-то локацию. И вот там в несколько недель у тебя есть возможность туда впрыгнуть. А чаще всего, когда у тебя появляется лид-инвестор, часто бывает еще и так, что он тебя тоже, да, там, нахер с пляжа делает, потому что, ну, вот, он контролирует уже каптейбл и так далее. Часто такое бывает. Поэтому из количества проектов, куда мы хотели бы войти, это вот только то количество, куда мы смогли войти. То есть это даже вот, ты очень правильно сказал, что это вообще не отбор, а это прямо жесткая охота, где тебя везде просто шпыняют. А тебя, как Олега Иванова, где больше знают русскоязычный пространство или в англоязычном? Конечно. Ты твиттер ведешь? Ну, я несколько раз пытался, я просто понимаю, что у меня времени не хватает, и мне надо делать выбор. То есть либо русский, либо английский. И, ну, и, знаешь, это вот, это не то, что, это не чемодан без ручки, очевидно, да, то есть, ну, это действительно важно. Ну, я русский, да, то есть это моя аудитория там, да, и как бы это действительно важно. Вот. Но я просто понимаю, что я не, ну, я не способен вести и то, и другое. И взять, отказаться от этого, отрезать, и там, условно, да, там, пару лет, например, поработать на то, чтобы нарастить там аудиторию, перспектива, очевидность, гораздо больше. Вот прям гораздо больше, потому что большая часть аудитории, которая меня читает, они все-таки ангоговорящие. Ну, и читать они тоже будут на английском. А ты вообще понимаешь, как работает Твиттер? Нет. Я тоже просто, честно говоря. Ну, слушай, ну, я не знал, как работает Телеграм, и чё. Ну, там, потом разобрался. То есть, с точки зрения ведения канала? Ну, да. Ну, он там не скажет, что прям огромный у меня там сколько... Нет, я видел. Но у меня в пике там что-то, по-моему, 1080 был, сейчас он меньше там, ну, 35, что ли, что-то такое. Ну, то есть, ну, он растет. Все посты сам вообще. То есть, даже не голосовые, чуть ли не тексты пишут. Это же огромное количество времени. Ну, ты знаешь, в целом да, но это вот, как ты говоришь, у тебя YouTube для хобби, да? То есть, а у меня... А у меня... Я просто, ну, как бы, я же давно, знаешь, имел несколькие попытки такие, да, там, к соцсетям. Типа, как чё делать, там, общаешься с людьми, тебя начинают там навешивать какие-то, вот это правильно, вот это неправильно, вот это надо делать, вот это не надо, и ты начинаешь теряться. Потому что, ну, как бы, знаешь, и как бы, а когда ты уходишь всё-таки в историю создания контента, если ты неискренный, ну, как бы, вот этот фон он всегда чувствуется. И, ну, то есть, когда ты себя выдавливаешь, что-то такое, как бы, да, то есть, ты пишешь ради того, чтобы написать, а вот, ну, не ради сути какой-то. И в итоге просто вот после очень многих, на самом деле, эритерации, как раз вот после, там, истории с Андреем, которую мы тоже там обсудили, у меня был такой просто период, когда такое, знаешь, отрезание вот этих всех слоёв. Ну, ты говорил, да, да. И с каналом произошла та же самая штука, то есть, я просто, знаешь, как бы, если так вот финально прийти, как бы, да, вопрос основной какой. Что я бы был способен писать... То есть, тебе не платили. Не, не так, если бы вообще никто не читал. Вот прям вообще никого. То есть, и я бы всё равно писал, вот что бы это было такое. И, как бы, будет там посты, вернее, будут там лайки, будут там хейтеры, будут там кто-то, да мне похер. То есть, и вот просто, у меня родилась вот эта вот штука, то есть, грубо, я разбираюсь в вещах, в которых я и так ежедневно сами что-то читаю, и для того, чтобы просто структурировать это в какую-то вот, как бы, понятную для себя конструкцию, это, на самом деле, один из самых быстрых путей. И всё. И оно как-то вот прижилось. С точки зрения твоего некого финансового фиаско, назовём это так, в 18-й годах. Ну, давай. В 18-м, 19-м году и коммуны сейчас. Источник денег для коммуны всё-таки венчурный, ну, то есть, по сути, также личный нетворк, правильно? Да. То есть, это, по сути, средства, которые были, ну, привлекаются там тобой, возможно, партнёрами. Да. Вот тот некий, как бы, провал, который был, он тебе сейчас уже, спустя 3-4 года, идёт на пользу, ну, то есть, с точки зрения тебя, как человека, который выполнил обязательства, там, я знаю, что у тебя было куча всяких нюансов, но, короче, как сейчас происходит привлечение инвестиций в коммуну? Оно идёт со скрипом или идёт легко благодаря твоему предыдущему опыту? Смотри, во-первых, надо всё-таки сказать, что, ну... Или это разные цели, вообще? Это в целом разные цели в аудиторию, но пересечения там, конечно, есть. Это, во-первых. Во-вторых, я не всё закрыл, то есть, у меня ещё там длинные процессы, и ещё и суды тоже есть, да, поэтому, ну, то есть, я открыто об этом говорю и так далее. Вот. В-третьих, я... Ты знаешь, это скомканная штука, я никогда это не анализировал, если честно. То есть, потому что, ну, это всегда какая-то индивидуальная история, которая в голове у каждого человека выстраивается своя. То есть, для кого-то это доказательство того, что чуваку не надо верить, для кого-то, наоборот, что чуваку можно верить. И я на это никак не могу повлиять, просто человек сам там для себя принимает решение. По крайней мере, я понимаю, что, ну, грубо, там, я двигаюсь с той модели, которая, вот, ну, я считаю в моей парадигме, да, она вроде как понятная, прозрачная и справедливая. Вот как бы всё. Помогает это или нет в комьюне, оно тоже, видишь, всё-таки ситуативное, потому что прошлый год был тяжёлый, ну, для всех. Соответственно, все бежали, забирали деньги отовсюду, да, и просто вот, ну, как бы сидели и ждали. Второй момент, учитывая, что кэша в целом в системе очень мало, ну, по крайней мере, да, вот, если так посмотреть, там, наша аудитория, то очевидно, что там народ прямо по расходам начал резать, да, то есть, там, не знаю, команды какие-то, ну, то есть, условно, у меня там куча знакомых, у тебя наверняка тоже, да, которые там машины продают или ещё чего-то ради того, чтобы просто поддерживать проект на плаву, потому что понимают, что... Ну, я так делал, да. Ну, да, ну, то есть, ну, и как бы, опять, да, это тоже их уровень риска предпринимательского, где-то это правильно, где-то неправильно, не нам решать, да, то есть, это в любом случае решение. Ну, просто в целом, как бы, ситуация, вот она такая сейчас, да, то, что ликвида вроде как не так много. Часть людей, которые со мной, там, с 13-го года едут, и я помню, какими чеками они заходили, например, даже в 19-м году, когда вот мы там свои достаточно большие, да, там, сделки сделали, сейчас они кратно ниже заходят. Ну, это не означает, что это в целом такая ситуация, но конкретно у моего пула вот такая сейчас ситуация произошла, поэтому, ну, посмотрим. То есть, я думаю, что тут есть вопрос репутации, есть вопрос просто, там, объёма ликвидности, который на руках, есть той аудитории, которая вокруг меня там крутится. Ну, который, да, вот это очень хороший вопрос поднял. Я, знаешь, что заметил, это, я не знаю, там, ещё в подкаст, не подкаст, у меня вообще история какая была, я её редко рассказывал на камеру, где-то было. Я инвестиции сам привлекал с 2000, короче, годы, когда 2000, когда я учился, короче, в 2011 году я уже всё потерял. Короче, году в 2010-м я начал привлекать инвестиции, знаешь, было так интересно, я-то торговал на рынок, там, типа, форекс, американский рынок, фонда, вот я, типа, и бегал, такой, знаешь, я называю себя 20-летний, в белых брючках и чёрной рубашечке и продавал таким, как мы сейчас с тобой, типа, инвестиции, доходности и так далее. Тогда, как бы, я привлёк хорошие деньги, потом я в 2011-м году, 11 марта всё потерял, когда фукусима шарахнула. Мол, должен куча денег этим людям. И за последующие 10 лет, вот с 2011 года по 2021 и далее, я наблюдал, как эти люди, которые мне 10 лет назад могли дать денег и давали денег, и условно покупали дома, квартиры, машины, как менялась их жизнь, бизнес, доходности менялись. И я, знаешь, чего могу сказать, что, наверное, процентов 10 из тех, кто вот, с кому я продавал инвестиции и с кем я общался в 2000, может, я так инвестиции, конечно, продавал, но с кем я общался в 2011-м году, смогли сохранить вот эту динамику по доходности, по росту, по прочему, на дистанции в 10 лет. И это действительно вот с точки зрения окружения и прочего, это суперсложно, как бы, потому что мы же все меняемся, растём, бизнес-модели меняются, менять вот это вот окружение, которое также, как бы, готово инвестировать, прикольно. — Ну да, видишь, мы, то есть, нам же всегда очень, ну, мозг так устроен, да, и это правильно, потому что иначе мы бы, наверное, там, с ума сошли. То, что ты живёшь определёнными слепками, которые ты для себя, да, вот, шаблонизировал, положил куда-то в полку, и ты всегда к нему отсылаешься, а потом просто забываешь, что 5 лет прошло. — По факту, да. — Ну, то есть, а там, как бы, всё произошло, да, там люди, не знаю, родились, женились, там, не знаю, уволились, ну, короче, там всё уже произошло за это время, 5 лет, это очень много. Ну, то есть, сейчас просто как пример. За один год-то много чего происходит. — Ликвидность. Если не взять ликвидность, ну, то есть, мы что бы говорили, ликвидность персональную, скажем так, которая меняется, ликвидность крипторынка. Очень, ну, то есть, так как у тебя глубокие познания, те более в DeFi, в DAO, во всей этой истории, насколько, на мой взгляд, она раздута? Насколько реальная капа, которую мы там, насколько капа, которую мы видим по CoinMarketCap и по всем там аналитическим системам отличается от реальной? — Смотри, я не могу говорить за так называемые воштрейдинги и вот эти всякие дела, да, потому что… — Воштрейдинг — это что такое? — Ну, это, то есть, грубо говоря, накрутка объёмов на каких-нибудь, ну, прежде всего, на централизованных биржах, да, то есть, когда просто там рубль гоняешь. — Давай под эксом динамит. — Под эксом, насколько я помню, системно всё продолжает расти. Ну, то есть, потому что там накруткой заниматься, особенно на эфире, мягко говоря, накладно, и вообще эта модель там не особо сильно работает, вот. А так, в целом, количество монет нормальных объёмов, которые даже по стандартным парам проходят, они просто системно так шаг за шагом идут всё больше и больше. Если смотреть… Ну, DeFi, видишь, он уже такой, типа, немножко потерял сексуальность, да, то есть, потому что, типа, интереснее же там с обезьянами позаниматься, да, там, или там какой-нибудь, не знаю, кроссовников напокупать, да, и в них там походить где-нибудь, ну, то есть, вот какая-то такая фигня. Что, в общем, тоже понятно, да, но как и с любыми, там, ты сейчас просто про DeFi именно спросил, да, то есть, если говорить сейчас эту тему там закрыть сразу, там основная же проблема в чём? В том, что сравни это с традиционной финансовой системой. Вот всей, начиная от просто обычного доллара, рубля, там, не знаю, какой-нибудь фестивальной монетки, да, заканчивая там фондовыми рынками, там, международным валютным фондом и так далее. Ну, там же скукотища. Ну, да, там, типа, Женева, галстучки, ну, да, ну, там вообще никакого секса. Ну, то есть, как бы, и поэтому, но это огромная махина, да, то есть, которая управляет огромными, там, суммами денег, это, там, как только ты уходишь от банковских продуктов куда-то глубже, это уже такая территория, ну, зовём так, профессиональных игроков. Вот ровно то же самое сейчас происходит в DeFi, да, то есть, ты как просто, там, обычный фармер, фермер, да, который может, там, подключить кошелёк и что-то нафармить, там, сейчас это, естественно, приносит тебе какие-то микро-небольшие суммы, но выстраиваются всё более и более такие профессиональные, можно назвать это, конструкции на автоматизированном DeFi, так же, как ты мог бы ожидать, например, в традиционном финансовом секторе, который вот просто это всё копирует, автоматизирует. Это не будет для ритейла заметным, я думаю, потому что это просто сложно, но, как бы, это же рельсы вообще финансовые для всей вот нашей, там, блокчейн-инфраструктуры. А берёзка DAO, это рельсы? Да, она ровно туда. Мы, ну, как бы, мы поэтому, и я тебе больше скажу, то есть, если сейчас вообще немножко про такой вот хотелку футуризм, обкуренный немножко, это хотелка, да, она может не случиться, но, по сути, причина, почему я, там, нырнул в визе и начал, там, этим заниматься, давай сначала скажу, а потом скажу, почему, да, то есть, вот, моя хотелка – это автоматизировать какой-нибудь а-ля норвежский суверенный фонд, который управляет, там, один из чего-то, там, 4, что ли, триллиона долларов. Суверенный на всю страну, да, там, а-ля базовый доход, это вся эта штука. Почему? Потому что под капотом они используют очень консервативные и примитивные инструменты, что в DeFi уже возможно. Их принципы принятия решения очень длинные. Ну, то есть, как бы они, там, не трейдят каждый день, там, или еще чего-то, да, то есть, они, там, не знаю, может быть, 3-4-5 действий в год вообще делают. Более того, вообще вся их деятельность, она жестко регламентирована, что ты можешь положить вообще в смарт-контракт через голосование DAO и так далее. То есть, в целом, все элементы вот этой конструкции, они лежат на поверхности. Но есть еще часть инструментов, которые надо просто допилить и сделать, и там дальше уже, вот, типа, какого-то масштаба нарастить. Поэтому вот, ну, голубая мечта вот такая, куда-то вот туда долезть, чтобы технологически иметь такую возможность и в микро какой-то концепции вот такую штуку развернуть. Смотри, тренд этого года, ну, к какой-то степени, это CBDC, правильно сказал, да? Вроде да. Да, правильно. Цифровые, собственно, валюты государств. Что вообще думаешь по этой теме? Потому что, понятно, что вопрос очень общий, просто интересно твои небольшие размышления. Про Эмират просто очень ходит много слухов, что чуть ли у них не все готово. Там, понятно, про наш, там, крипторубль тоже какая-то. Китай что-то суетит. То есть, все потихонечку что-то делают. И если мы посмотрим в целом на, я там не силен в макроэкономике, но на тот некий фон, который я вижу, да, то, о чем говорят, там, Рейдалио и другие, что какой-то переход на нашем с тобой веку к какой-то новой, я не знаю, резервной валюте или чему-то еще будет. Вот что вот в этом поле вообще видишь ты и что нас ждет в ближайшее время? На мой взгляд, тут немножко намешано. Если позволишь, я так все-таки по полочкам постараюсь, как мне кажется, эти вещи там смотреть. То есть, в целом, цифровые государственные валюты выглядят как действительно тренд, и много действительно над этим работают. Они нужны? Китай. Сейчас дойдем до этого. Значит, Китай уже перешел на десепт, да, то есть, там, цифровой юань. То есть, он, в принципе, работает в Вичате уже. По-моему, кто-то еще там, короче говоря. Ну, да, то есть, выглядит, что, в принципе, народ туда там так или иначе переходит. Прикол заключается в том, что это вообще никак не связано с блокчейном. Ну, то есть, это просто, условно, Киви или там Яндекс.Деньги, потому что там блокчейна нет. Это просто электронные деньги. Вот я и хотел спросить, потому что блокчейн мог бы повысить, по сути, доверие, если было бы государственной валютой, к Центральному банку, то есть, по факту. Ну, хорошо, Центральный банк печатает столько, сколько тебе нужно. Если тебе нужно, ну, то есть, ты же понимаешь, что… Я же понимаешь, что не печатают столько, сколько тебе нужно. Ну, да, плюс-минус. Более того, там, вроде так, знаешь, типа… А ИЗТ не печатает столько, сколько нужно? Ну, ИЗТ – это же не… Это не коммерческая организация. Это коммерческая, как раз, организация, не государственная. То есть, это, грубо говоря, у тебя есть частные деньги, как, например, электронные деньги до блокчейна, да, то есть, какой-нибудь Яндекс.Деньги, Киви, там, WebMoney и так далее, которые, конечно же, не применяли никакой технологии блокчейна. Что это значит? Это значит, что были определенные серваки, которые держали, да, учет вот этих денег, да, то есть, ну, и, соответственно, как бы под контролем понятных команд. Вот, та же самая модель учета электронных денег теперь на блокчейне – это, собственно, все наши монетки, включая стейбл токены. Вот, что делает CBDC? Там нет блокчейна. Ну, то есть, там где-то кто-то иногда озвучивает, что, может быть, они будут применять блокчейн. Это просто электронные деньги государства, все. А чем это отличается от электронных денег в наших кошельках? Я до сих пор… В чем… Смотри, я вижу, что, да, то есть, что, скорее всего, это больше история, которая выгрызает бизнес у частных банков. То есть, грубо говоря, когда CB уже напрямую может работать с клиентами, да, по какой причине и зачем, хер знает. Может быть, учет налогов, может быть, еще что-то. Может быть, все-таки какие-то там банки ритейловые клиентские, может быть, останутся. Но вот пока для меня тоже какой-то финальный геймплан здесь не очень понятен. Ну, потому что тебе нужна прослойка вот этих там промежуточных банков для того, чтобы работать с разными отраслями и брать на себя хотя бы какой-то риск, да. Особенно, когда ты маленький. И, собственно, если есть кризис, ты можешь их выметать там, да, получается. А те, кто вырастут и будут как бы куда-то там заваливаться, ты их, соответственно, консолидируешь и там под себя возьмешь так или иначе. Ну, то есть, как, в принципе, в любой стране происходит, что в Штатах, что у нас там и так далее. Поэтому, ну, для меня это какая-то как бы непонятная конструкция, то есть, которой, да, она явно пойдет. Она больше, знаешь, вот для меня это больше какая-то история учета наших расходов через кошельки вот здесь и схлопывание это с доходами для того, чтобы налоговое было все там более-менее прозрачно и, ну, и понятнее, да, там, вот какая-то такая канитель. Что, в принципе, тоже, наверное, ну, ожидаемо и понятно, что оно, скорее всего, придет. Вот, это как бы вот этот тезис. То есть, первое, там нет блокчейна, то есть, в целом, это просто электронные деньги, но не коммерческих организаций, а государства. Скорее всего, которые будут зацикливать всю там, ну, как бы, весь цикл управления деньгами, чтобы схлопывать индивидуальные расходы с индивидуальными доходами, да, там, из этого там высчитать там всякие налоговые показатели и прочие вещи. Вот, и третий момент, вопрос резервной валюты. Смотри. Ну, да, это немножко другое, но... Это да, то есть, ну, резервная валюта пока сейчас во всех этих штуках остается своя собственная национальная валюта. Не так, то есть, ну, грубо, ты, ты, короче, государства говорят про свои национальные валюты. Какая резервная при этом у них будет валюта или валюты, это все-таки геополитический вопрос, да, там, что там будет с Китаем, что будет там, не знаю, с Штатами и так далее. И я, ну, то есть, грубо, там, что-нибудь с геополитикой случится, и с USDT-то тоже что-нибудь случится, да, потому что все-таки, как ни крути, это американский доллар. Друзья, мы закончили. Занимайтесь тем, что вы любите, потому что то, что можете сделать вы, не сделайте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!